Восьмое апреля и они переночевали живо-здорово. Вот такие они. Подкармливаем овечку. Вот так. Я думал будет хуже. Потом еще посмотрим, как они кушают. Нужно посмотреть сразу под хвост. Немножко есть кава. Здесь чистенько. Но овца может быть вычищать. Можем и заметить. Вот так. Баран мешает кушать. А так, в принципе, они годненькие, активные. Должна быть все порядка. Вот так. Заходите. Смотрите. Будем контролировать, так как у нас это будет получаться. Не скажу вам, насколько будет хорошо, но как будет получаться. Овцы, видите, ведро перевернули. Слышите? Шумят, как с водой. Вот такой вот у нас хаос. Шумно. Ягнята кричат иногда. Взрослые ягнятые малыши. Овцы в основном орут. Что ж поделать, да? Вот такие вот овцы. Покушала овечка. Хорошенькая овечка. Видите, как ягнята обступили. Она у нас тут бодает. Видите, тупотит. Пытается меня прогнать. В общем, все у нас хорошо. До новых встреч. Заходите, спрашивайте. Интересуетесь самочувствием нашим. Овечка, видите, небольшая. Ягнята тоже небольшие. Вот. Вот так вот. В основном рождались в этом году у нас по 2 ягненка. Ну, бывало и по одному. В этом году у нас тройни не было. Самое оптимальное это 2 ягненка. И выкормить может ойца. И молока хватит всем. И ягнята рождаются крупнее. Вот так. Ахахаххаха Продолжение следует...